И вот в продолжение силы России внутри нас самих, она внутри нашего народа, в наших людях, в наших традициях и нашей культуре, в нашей экономике, в огромной нашей территории и природных богатствах, в оборонительной способности, конечно. Но самое главное, наша сила, это, безусловно, в единстве народа, нашего народа. Опять мы к единству пришли. И это верно, потому что это нужно повторять и повторять. Да, Виктор, вам слово. И понимать, что это действительно штаг. Но это же прямое доказательство. Сейчас мы даже наблюдаем в нашей стране. Когда идет сплочение, когда идет понимание, где враг, мы просто обязаны объединяться. У нас выхода другого нет. И вот эти главные моменты, их постоянно подчеркивает наш президент. Потому что враг, он постоянно воздействует на нас, разъединяя нас. А мы, соответственно, должны объединяться, возвращаться к нашему русскому типу государственного строительства, постоянно о нем помнить. И чем больше мы будем муссировать вот эту информацию, чем больше она будет появляться во всех наших публикациях и озвучиваться нами в разговорах, тем, соответственно, мы будем все больше и больше укреплять нашу страну. И здесь, конечно, президент очень хорошо поступает, потому что буквально каждый день он подчеркивает про единство нашего народа в том, что именно в этом наша сила. Именно это позволило нам сохранять страну неоднократно, десятки, сотни раз во всех наших войнах, которые мы вели. Никто не делил какую-то военную часть по этническому принципу. И все понимали, что мы, соответственно, боремся с одним врагом. Мы разговариваем на одном языке, мы друг друга понимаем. Мы понимаем, для чего нужна нам наша Родина. И мы понимаем, что если какие-то осколки нашего Отечества будут работать на сепаратизм, то они тут же моментально попадут в лапы нашим врагам. Тут же моментально. И тут замечательную аналитику Евгения Алексеевича хотел бы вспомнить и сказать, что любая ситуация, когда нарушается закон части развала нашего Отечества и республики, которые получили свою независимость незаконным образом, они имеют незаконный суверенитет и дают возможность нашим врагам зайти на эту территорию. И лишь вопрос времени, когда у нас будет конфликт военный со всеми полсоветскими республиками. Это вопрос времени и все. То есть вот эта вот якобы дружба с той же Белоруссией в исторической перспективе совсем не означает то же самое. Понимаете? Вспомнить, допустим, 15 лет назад Украину. Ну все ездили там на дачу, общались с своими родственниками. Вообще воспринималось это как одна страна. Так же? И тихо-тихо там через одну революцию, через другую революцию, где-то там через смену элит неугодных американцам. Все. Враг. Это же как бы легко делается, понимаете? И если, допустим, есть какой-то лидер, который по ощущениям обстоятельств, допустим, Лукашенко, сдерживает какие-то сепаратические настроения, то, ну, сколько лет пройдет и ситуация поменяется. Она же поменяется точно и объективно. Если мы не укрепим страну, не вернемся к своим основам и, соответственно, не восстановим территориальную целостность и суверенитет. Так что, если не мы управляем ситуацией внутри страны, ей управляет кто-то другой, наш враг. Если он пока где-то в спящем режиме, потому что политическая ситуация не позволяет, только это потому, что не позволяет политическая ситуация. Как только она поменяется, сразу же бухнется финансирование многомиллиардное, сразу же откуда ни возьмись, повылазят какие-то непонятные политические деятели, которые поднимут флаг сепаратизма и, соответственно, пойдет ситуация накачки вооружения со стороны западных стран. И наша безопасность уже в Российской Федерации будет под большим вопросом. Ну, ровно тот же сценарий, как и в Украине. Так что мы должны помнить о восстановлении страны и нашего Отечества и возвращаться к границам 1945 года и выгонять оккупантов.